Продолжение следует... 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 в течение четырех лет в группе неволумаба снижается на 29% по сравнению с эпилемумабом. К тому же было выявлено, что убрав мутированные пациенты, несколько ниже отвечали на лечение. Что касается общей выживаемости, доступной на данные четырехлетнего наблюдения, выявлено, что нет преимуществ общей выживаемости, однако мы также понимаем, что существенный вклад в вхождение графиков вносит последующая терапия. Также мы понимаем, что данный препарат хорошо переносим удовлетворительной токсичностью и также, однако, имеет иммуноопосредованное нежелательное явление. Была попытка сравнения комбинированной иммунотерапии у пациентов в четвертой стадии после полной резекции в исследовании МУНЕТ. Мы видим, что комбинированная иммунотерапия эффективна по сравнению с монорежимом неволумаба. Однако, следующее исследование ЧАК-МАИ-915, где доза эпилемомаба была несколько ниже, однако выявили, что не выявлено преимуществ общей популяции как во времени беспрогрессирования, так и у пациентов с низким уровнем ПДЛ. К тому же, мы помним, что комбинированная иммунотерапия обладает выраженной токсичностью почти два раза увеличение токсичности по сравнению с неволумаба в монорежиме. Поэтому комбинированная иммунотерапия пока не нашла места в адвивантном режиме. Мы все помним, что тяжелые нежелательные явления могут развиваться на фоне иммунотерапии в течение всего хода заболевания и даже через отдаленный промежуток времени после его окончания. И 43% этих осложнений, они становятся хроническими, например, как гипотериодизм, сахародиабет, дерматиты и недостаточность надпочечников. И таким образом мы переходим на другую группу препаратов. Это таргетная терапия, это дизайн исследования комби-эйди. В настоящее время имеются данные пятилетнего наблюдения. Назначалась данная терапия пациентам с мутацией БРАФ в третьей стадии. За пятилетний период наблюдения было выявлено, что доброфинист с траметинибом снизил риск рецидива на 49% у пациентов в третьей стадии меланомы. И начиная с 48 месяцев кривые безрецидивной выживаемости уже выходят на плато, что может говорить об излечении более чем половины этих пациентов. К тому же данная комбинация выигрывала независимо от различных факторов, такие как локализация, возраст, место проживания и количество метастаза. Это исследование было основано на седьмой версии классификации, и поэтому подсчеты велись по этой классификации. Мы видим, что при всех подстадиях третьей стадии отмечается выигрыш безрецидивной выживаемости в назначении таргетной терапии. Далее был пересмотр на восьмую версию, переложили данные на восьмую версию классификации, и было выявлено, что при третьей стадии несколько изменились показатели. Это было связано с тем, что большинство пациентов с третьей стадии перешли в более продвинутой стадии. Однако, несмотря на это, выигрыш таргетной терапии все-таки имеется. Имеются данные трехлетней выживаемости таргетной терапии. Мы видим, что за три года медиана еще не достигнута и составила 86%. Исследование пока еще продолжается. И мы помним, что не секрет, что основным осложнением является перексия. Однако мы все умеем справляться с этой перексией путем модификации доз и модификации режима. И с течением времени перексия исчезает. Здесь показано, что имеется разница фиксации перексии в реальной клинической практике и в клинических исследованиях. В реальной клинической практике оказалось, что в 35% отмечается перексия. Это говорит о том, что пациенты иногда даже не обращают внимания и не жалуются на повышение температуры врачу. Здесь таблица сравнения всех трех исследований. Это не прямое сравнение, а просто сопоставление данных. Мы видим, что таргетная терапия в первые годы, конечно, является выигрышной. Как мы видим в наложении графиках, сравнение прямого сравнения комбинированной иммунотерапии и таргетной терапии, что да, таргетная терапия в первые годы лечения имеет выигрыш. Здесь мы видим, что в первый год лечения безрецидивная выживаемость таргетной терапии составляет 88%. Риск рецидива за 3 года снижается на 53%. И общая выживаемость 91% в первые 2 года. Хотелось бы отметить, что всего 5% пациентов на таргетной терапии прекращали терапию в связи с возникновением рецидива по сравнению с иммунотерапией в иммунорежиме. Какие предиктивные маркеры в настоящее время изучаются? Это, конечно, очень много маркеров в работе идут, и пока еще нет точных данных. Изучается экспрессия PD-L1, мутационная нагрузка, влияние микробиома, циркулирующей опухоли ДНК. И имеется предположение, что опухоли, горячие опухоли, которые имеют высокий воспалительный потенциал, у которых имеется достаточно высокое количество опухоли, инфильтрирующих лимфоцитов, мутационная нагрузка, иммуносупрессивные факторы. Эти пациенты, конечно, являются кандидатами для иммунотерапии. Что касается PD-L, то в исследовании КИНОТ-054 мы видим, что пациенты с низкой экспрессией PD-L хуже ответили на лечение. И в исследовании ЧЕКМЕЙ-238. Поэтому есть такой посыл в рекомендациях НССН, что PD-L1 может помочь выявить пациентов для иммунотерапии. А на какие еще клинические особенности мы можем ссылаться при выборе той или другой терапии? Конечно, это сопутствующие иммунные заболевания, аутоиммунные заболевания. Мы помним, что около 20-30% возможны реактивации этих сопутствующих заболеваний на фоне иммунотерапии. Также, конечно, риск нежелательных явлений, возникновение которых не сопряжено с ухудшением сопутствующей патологии у пациентов, например, кардиотоксичностью и, конечно, удобство применения. Каждый случай должен обсуждаться с пациентом. О перспективах нам очень хорошо рассказал профессор Гермонт. Это, конечно, продолжающиеся исследования, понимание механизмов резистентности и, конечно, упор на неадъювантную терапию. И в заключении хотелось бы остановиться на клиническом случае. Это вопрос голосования. Пациент, 50 лет, который отметил образование на коже спины. Долгое время не обращался, но образование начало расти. Через два месяца, обратившись к онкологу, выполнено широкое сечение опухоли кожи спины. Гистологически подтвердили, что это узловая меланома кожи без изъязления. Толщина по бреслу 28 мм. Установлена стадия ПТ-4А и 0М0, 2Б. По месту жительства не проводилась биопсия сигнальных лимфоузлов. Генетика не проводилась. И назначили иммунотерапию препаратом интерферон-альфа. В течение пяти месяцев приема, к сожалению, отметил увеличение лимфоузла в подмышечной области. По ПТ-КТ подтверждено поражение данного подмышечного лимфоузла, и гистологическое исследование подтвердило это прогрессирование. Выявив, что в головном мозге все чисто, и в других органах выполнили удаление метастазов мягких тканей лопаточной области справа и акселярную лимфодисекцию справа с интероперационной фотодинамической терапией гипертермией. Гистологическое заключение выявило, что это метастазы эпитулеидно-клеточной меланомы в подмышечных лимфоузлах и лимфоузле лопаточной области с высокой метастической активностью, 8 метозов на 1 квадратный миллиметр, с формированием конгломератов до 8 сантиметров, большие конгломераты, с обширным экстронодальным распространением. Пациент имел мутацию BRAV. Хотела бы услышать мнение специалистов, врачей, экспертов, какую бы адъювантную терапию предпочтительно бы назначили этому пациенту. Коллеги, запущено голосование. Голосование происходит у нас по QR-коду. QR-код обозначен в программе. Да, посмотрите. И под эфиром. Пожалуйста. И, уважаемые коллеги, да, вот показываю QR-код. Посмотрите, голосуем. И напоминаю, что наше мероприятие кредитовано в системе НМО. Фиксация происходит каждые 45 минут. Если вы хотите задать вопрос, то можно написать и отправить свой вопрос. Голосование происходит на странице эфира. И записи, как всегда, у нас будут выложены в понедельник, 6 декабря, в течение дня, по этой же ссылке, на которой вы сейчас находитесь. И примерно через месяц записи всех докладов будут опубликованы на сайте НМИЦ онкологии в Ютубе. Итак, результаты. Ждем. Очень интересно, какие результаты. Смотрим, какие результаты. Ну, мы видим, что, получается, большинство назначили бы таргетную терапию и комбинированную иммунотерапию PD-1 с CL4. Да. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь из президиума прокомментировал. Ну, Алексей Викторович, как ваше мнение? Я хочу сказать, что с учетом большой агрессивности опухоли, в общем-то, и разговора об тимантной терапии, таргетной терапии, вот с моей точки зрения, была бы здесь интереснее, даже чем комбинированная иммунотерапия, возможно. Потому что для таргетной терапии это единственная опция, которая доказала влияние на общую выживаемость сразу. Хорошо, спасибо. Можно вопрос задать? То, что меня всегда интересовало. Получается, что при меланоме, в отличие от всех остальных опухолей, таргетная терапия в адюантном режиме может приводить к излечению части новообразования. Верно? То есть пациенты живут после окончания таргетной терапии без рецидива болезни. В принципе, да. Я не очень понимаю, как так происходит. То есть, если механизм активности иммунотерапии в отношении адюантного режима более-менее понятен, хотя парадигмы с другими опухолями, они говорят, что очевидно, неодевантный вариант, наверное, будет более эффективен. Все-таки в отношении адюантного использования таргетных препаратов я не очень понимаю. Потому что ни в одной из ситуаций таргетная терапия не позволяла излечивать больных. Ни при одной, другой сольной опухоли, исключение, пожалуй, GIST. Но там, в принципе, невысокий риск рецидива был, поэтому думаю, что там это статистические игры. Вот в чем здесь суть? То есть какой-то другой механизм взаимодействия с БИРАФ и МЕК, когда одновременно и чуть более высокая сигнальная молекула, чуть более глубокая сигнальная молекула, я имею в виду по отношению к сигнальному каскаду блокируется, первый вариант. Второй вариант, то что все-таки и другая роль БИРАФ. Потому что мы знаем, что БИРАФ встречается и в невусах, и этого недостаточно для молекунизации процесса. Может быть, вот такая роль БИРАФ она играет? Я бы сказал, тут двойная. Во-первых, да, мутация БИРАФ есть во всех опухолевых клетках, включая те стволовые, о которых всегда говорят, и которые, наверное, являются с одной стороны спящими, а с другой стороны причиной прогрессирования в виде отдаленных метастазов и смерти пациентов. Но они все имеют мутацию БИРАФ в данных опухолях. Поэтому та история, когда стволовая клетка сильно биологически отличается от основной массы опухолей, на которую мы воздействуем, другой таргетной терапии, это вот первый вариант. А второе, БИРАФ-ингибиторы, в общем, совершенно неинертно относятся к иммунной системе, они сами вызывают иммунологические эффекты, и вклад этих иммунологических эффектов в эффективность терапии, в общем-то, еще, наверное, стоит оценить. А я бы хотела еще добавить, все-таки, длительность лечения таргетной терапии сейчас регламентирована одним годом. Но после года приема у нас идет достаточно большая потеря пациентов. И обсуждение вопроса о продлении таргетной терапии, о дювантном режиме до двух лет, оно, наверное, уместно здесь, более чем в иммунотерапии. Вот я об этом и говорил, Сан-Антоний. То есть это игры все, которые связаны с тем, что эти препараты высокоэффективны при уже распространенной меланомии. И чем меньше объем опухолевой массы, тем, соответственно, дольше будет продолжаться их эффект, просто из-за того, что они... Будет меньше популяции, которая формирует резистент. Согласна. Ну и, Марина Николаевна, еще хотим услышать ваше мнение по поводу дювантной терапии, заведующая химиотерапевтическим отделением из Архангельского онкодиспансера. Большое спасибо, Светлана Анатольевна. Но мне кажется, трудно переоценить важность доклада Диларом Хамидовна этой информации, потому что, ну, пациент при проведении дювантной терапии, он имеет шанс на победу над королевой опухолей и над излечением. И даже видно в нашем регионе, регион наш не такой большой, у нас всего миллион двести, но заболевает. У нас меланома около пятиста человек в год, а умирает не больше пятидесяти. Мне кажется, внушает некоторые такие, некоторые воодушевления. Я помню, как появилась дювантная иммунотерапия. При меланоме у нас, конечно, это вызвало тоже большое воодушевление. Мы почему-то стали мечтать о том, что вот иммунотерапия точно вылечит теперь любую меланомую, потому что, как нас учили, хотя бы один раз ввел иммунопрепарат, и дальше иммунная система может работать сама, даже если ты по каким-то причинам, по токсичности или еще почему-то дальше лечить не можешь. Ну и, конечно, мне кажется, вот последние несколько лет с появлением препаратов и с их доступностью результаты лечения пациентов, несомненно, стали лучше. Мы это видим в рутинной практике, и в том числе стали развиваться вопросы правильного стадирования. Чтобы правильно выбрать дювантную терапию, нужно правильно стадировать. И мы тоже развиваемся в эту сторону, то есть биопсия стражового лимфоузла, это уже каждый наш хирург знает, что это обязательно при определенной стадии. Мне кажется, большое будущее впереди у меланомы. Спасибо большое, Елена Николаевна. Конечно, в заключении могу сказать, что и та, и другая терапия необходима пациенту, и нам. Я как могла ускорилась. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.